Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко 17 февраля отмечает юбилейный день рождения. В этом году выдающемуся спортсмену исполнилось 30 лет. И в этом видео я бы хотел рассказать о пути к успеху Василия Ломаченко и самые выдающиеся бои в спортивной карьере боксера. В 30 лет титулованный украинец достиг того, чего другие спортсмены не могут получить и в конце своей карьеры. Василий Ломаченко яркий пример того, как человек, стремящийся достичь успеха, через упорный труд получает все. Василий Ломаченко родился в Одесской области. Отец тренер в боксерском клубе, мать профессиональная акробатка, мастер спорта. В такой семье парень не мог обойти карьеру боксера, поэтому начал тренировки под пристальным контролем папы. По словам Анатолия Ломаченко, сначала он не хотел, чтобы его сын был профессиональным боксером, а просто воспитывал настоящего мужчину. Поэтому парень с ранних лет не только боксировал на ринге, но и занимался греблей, футболом и самбо. На ринге будущий чемпион был с 4 лет, а уже в 6 Василий Ломаченко провел свой первый бой на международном турнире «Надежда». Тогда будущий чемпион вышел на ринг с парнем на 2 года старше него и на 5 килограмм тяжелее. Официально Василий Ломаченко выиграл, однако, чтобы не огорчать соперника, результатом поединка стала ничья. Кроме спортивных секций, Василий Ломаченко занимался танцами. Последний кружок будущий чемпион ненавидел, но ходил туда в течение трех лет, потому что отец пригрозил, что выставит его за дверь боксерского клуба. Однако занятия танцами дали результаты. В профессиональном боксе Ломаченко настолько быстро и легко маневрирует, как будто танцует на ринге. Это часто становится причиной проигрыша соперника, который не может спрогнозировать следующие шаги боксера. А в юные годы Василий Ломаченко даже воспроизводил движение легендарного боксера Роя Джонса, пританцовывая на ринге. Первым весомым путем к признанию было участие в Олимпиаде 2008, которое проходило в Пекине. Тогда Ломаченко беспрепятственно преодолел старого соперника еще с юниорских лет, россиянина Альберта Селимова. После этого поединка все боксеры, которые становились в бой с Ломаченко, не имели шансов, настолько украинец был убедителем в каждом движении. А последний решающий поединок завершился досрочно, потому что в первом раунде спортсмен трижды накутировал соперника. В Украину Василий Ломаченко вернулся звездой, ведь в Пекине парень впервые получил кубок Велла Баркера, который награждает самого лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. Впоследствии Василий Ломаченко принял участие во второй Олимпиаде 2012, проходившей в Лондоне, где получил 4 победы. После этого на руках Василия Ломаченко появились две татуировки Олимпийских колец, а на торсе портрет человека, без которой Ломаченко не стал бы известным боксером. Уже во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира. Однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. Тогда в марте 2014 года на ринг Украины сошелся с Орландо Солида. Мексиканец вел грязный бой. За все 12 раундов Солида нанес более 40 ударов ниже пояса. Однако рефери никак не отреагировал на нарушение правил. Это больше всего удивило Ломаченко, который не привык к таким методам соперника. Но даже в этом бою украинец проявил себя. Он не сдался под напором мексиканца и сражался до финального гонга. По результатам очков украинец так и проиграл. Однако на родине сторонники Василия Ломаченко не воспринимают этот поединок поражением, поскольку считают, что если бы Солида дрался по правилам, то не устоял бы и нескольких раундов. Далее у настойчивого борца были только триумфальные поединки. В бою с известным боксером Гарри Расселом Василий Ломаченко добился желаемого. Выиграл титул чемпиона мира в полулегком весе. Впоследствии украинец сошелся на ринге с Романом Мартинесом, Николасом Уолтерсом, Джейсоном Сосой, Мигелем Марьягой и Гильер Моригонде. Все поединки завершились победой Василия Ломаченко. После успешных боев весь мир увлекся мастерством украинца. А легенда мирового бокса, которого Ломаченко считал кумиром, Майк Тайсон назвал его перспективным боксером современности. В то же время титулованный чемпион будет занимать первые ступени мировых боксерских рейтингов. Упорные тренировки сделали Василия Ломаченко самым титулованным боксером Украины, чемпионом Европы и кумиром сотни спортсменов. Его история успеха доказывает, кропотливая работа над собой и шлифовка мастерства могут стать основой немалых результатов. Субтитры создавал DimaTorzok